Я уже снял курточку, мы же на море летим. Еще пока тут совсем не разобрались, но уже пытаемся закономить. Может сейчас еще штраф заплатим 100 евро. Все вот это добро, 50 евро. Посмотрите, какие прожилочки. У нас сегодня вино за губнор. Божественное? Не божественное, но вкусно. Ален говорит, такого моря у нас еще никогда не было. Сегодня 2 ноября 2019 года. Очередной тревел-блог. Продолжаем путешествовать. Буквально в конце прошлого месяца Райан-Эр отпил прямые перелеты в Валенсию, в Испанию. Ну и мы поспешили приобрести билеты еще за полгода до предполагаемого путешествия. И вот мы в аэропорту Борисполь, терминале F, ждем посадки на прямой перелет в Валенсию. Собственно, об этом будет в следующем блоге рассказ о самой Валенсии и о Испании как таковой. Для тех, кто летит с терминала F, должны сразу быть готовы к тому, что дьюти-фри здесь нет. Поэтому, ну у нас вообще вариантов как бы немного лоу-кост, не позволяет как бы вести много багажа. Хотя мы взяли себе приорити. Приорити включает в себя небольшую сумку и чемодан до 10 килограмм в определенных размерах. Можете посмотреть на сайте, какие это размеры. Ну, собственно, у нас они оказались идеальными. Посмотрите, как выглядят наши чемоданы. Вот это вот идеальный размер, один в один, вот тютелька в тютельку, как говорится. Ну и вот такой вот рюкзачок и сумка. Это наше первое путешествие не по туристическому, скажем так, ваучеру, а самостоятельно. То есть мы предварительно по сервису Airbnb зарезервировали себе квартиру в Валенсии, прям на побережье. Это район Кабаниаль. Пять минут ходьбы к морю. Не знаю, какая там будет погода, но вроде бы как по прогнозу, вчера там было плюс 26. Я думаю, еще сможем и покупаться, потому что вода плюс 22. Не знаю, посмотрим, какой будет первый наш опыт самостоятельного путешествия. Хотелось бы просто посмотреть страну, ну, в частности, город Валенсию. Посмотрите, как живут там обычные люди и пожить именно той жизнью, которой живут они. То есть, чтобы это был не отель, а именно сами. На недельку мы туда летим. Ну, в общем, все увидите, все вам расскажу. Подписывайтесь на мой канал, будет интересно. Так, еще немножко расскажу, во сколько нам обошлись билеты. Билеты нам обошлись, мы брали билеты, повторюсь, за полгода. Они нам обошлись приблизительно в 60 евро с человека. То есть, 120 евро туда, 120 евро обратно. Плюс приорити багаж, да, или как это называется. В общем, там, где можно взять два чемодана, это плюс еще доплата, если за полгода там плюс 4 или плюс 6 евро. Вот такая вот стоимость. По аренде жилья мы, в принципе, как бы на Airbnb задали максимальную сумму, которую мы можем платить за сутки. И эта сумма была 35 или 40 евро. Ну, и, собственно, нашли мы квартиру за 37 евро в день. Но, как правило, если вы берете проживание на неделю, то вам хозяин делает скидку. То есть, там еще была какая-то скидка 15-20 евро. Плюс я написал личное письмо хозяину, у которого попросил еще скидку. Сказал, что очень понравилось жилье и все остальное. Это тоже практикуется. И, как правило, хозяева идут вам на встречу, если вы берете минимум неделю. Поэтому нам еще хозяин сделал скидку. И в итоге получилось там порядка 230 евро за неделю. То есть, это там 30 чем-то евро сутки. В районе Кабаниаль, прибрежный район. Живут обычные испанцы, не туристический. Посмотрим. Кстати, вот такая бутылочка воды здесь стоит 40 гривен. Будьте готовы к этому. Мы уже идем к стойке. Скоро будем в самолете. Идем уже на посадку в самолет. Ryanair это low cost, поэтому никаких особых преференций тут не будет. Наверняка посадка будет пешая. Объявили посадочку, уже мы идем к самолету, ветер. Я уже снял курточку. Мы же на море летим. Алена переживает, что я замерзну. Вот наш самолет Boeing. Ryanair. Что ты чувствуешь в этот момент? Ты наконец-то дождалась. Когда я сказал, что мы через полгода летим в Валенсию, она даже расстроилась. Это знаете, как подарить конфетку через полгода. Но ничего. Все это время мы готовились, ждали. И вот она наступила. Места у нас оказались в разных концах салона. Она сидит в голове, а я в хвосте. Поэтому будем отдельно лететь. Но зато эта услуга бесплатная. Если выбирать месторядом, надо платить деньги. Это Ryanair, Roll Toast. До новых встреч. Валенсия. Где-то мы там будем жить. Как раз Кабаньяль. Тот район, который я сейчас снимаю. Вот внизу виден город Луки Искусств. Вот она, Валенсия. С высоты ключевого полета. Рапорт находится на районе с теплами. А вот он будет бывшей областной реке. Утреем. Путь в парке. Валенсия. Валенсия. Довольно продолжительный полет. Четыре с половиной часа. Выходим мы с летом. Валенсия. На разные выходы. Потому что она в голове самолета летела, а я в хвосте. Довольно таки тепло, но ветрено. Я бы так сказал. В Испании человек первый раз. Очень хотела. Была мечта. Побывать в Испании. Вот первые впечатления. Смотрим. Ну что, какие первые впечатления? Нормальные. Жарко? Нет. Холодно? Нормально. В общем, ребята, сейчас будем идти и буду вам рассказывать. Купил я карту. Потом уже расскажу, в чем прикол всех этих экономий. Короче, мы купили проездной билет. Называется Туин. Сама карта метро стоит проездной 1 евро. Если это бумажная карта. Если это пластик, то это 2 евро. Пополняется она на 10 евро. И по ней может ездить до 60 человек одновременно. В таком случае проезд получается почти вдвое, даже более чем вдвое дешевле. И метро Баленсия разделено на зоны. И в зависимости от количества зон вы платите больше. Есть один нюанс. Если вы хотите сэкономить, вы можете выйти в аэропорту. Метро есть в принципе и в аэропорту тоже. Пройтись 10 минут пешком до следующей станции метро. И это уже будет не 4 зоны, а 2. И за проезд вы заплатите вдвое дешевле. Вот такой вот лайкхак. Мы еще пока тут совсем не разобрались. Но уже пытаемся сэкономить. Значит пришли мы к этой Росос станции. Немножко поблуждали, но недолго, да? Недолго. Алена у нас штурман Бо. Это со мной бы мы поблокали, а так нормально. Поэтому сейчас садимся на станцию Меритим-С. Зеленая наша ветка. Должна быть прямо сейчас. Сейчас будем садиться, короче. А ну смотрим, что там написано. Да. Вот тебе и 2 пересадки. Ну да, чтоб зоны считала. А мы, получается, в одной зоне сейчас будем. В двух. Вместо четырех. Поэтому мы две зоны сэкономили. Так бы мы заплатили 8 евро, а так заплатим 4. Ну там 3 с копейками. Даже больше, чем в два раза. В общем, это метро. Вагон метро. Метро и ветка трамвая. Это у них одно считается. Наземное метро и подземное метро. Поэтому сейчас вот мы перешли. Вроде все валидировали, так как книжка мне сказала. Но я пока не уверен, правильно ли мы все сделали. Может, сейчас еще штраф заплатим 100 евро. Короче, ждем трамвай. На трамвае. Нам еще тут немножко остановки 4 или 3. Не будем на месте. Сели мы в трамвай. Это одна линия, как я уже сказал. Нам тут ехать. Алена говорит 5 остановок, а я говорю 4. Так что, нормально. Осваиваемся в Валенсии. В общем, приехали мы. Завтра вам покажу уже квартиру. Сегодня хочется уже разобраться немножко. Потому что мы как бы пока еще в таком... В непонятке я бы так сказал. Не понимаем язык, не понимаем где мы, что мы. Все совсем другое. Потом буду рассказывать свои впечатления. Вот нам хозяйка оставила две баночки пива в холодильнике. Это приятно. Молоко, джемы, кофе, масло и тосты. Сходили, в общем, мы в Меркадону и в Лидл. В два супермаркета, которые находятся здесь в пешей доступности. Лидл нам понравился менее. Потому что там какой-то выбор у него не очень большой. Меркадона, в общем, красивее, круче и нам больше понравилось. Часть продуктов мы купили в Лидле. Такую маленькую часть, скажем так. А часть большую в Меркадоне. Вот такие вот две огромные сумки. Притащили. Все вот это добро. 50 евро. Колбаска и хамончик. И просто мясо. И фуэт. И сыр с плесенью. И мороженое. Итальянский сыр какой-то. Помидоры, пиво. Трех видов. Вот это, вот это. Кромбахер тоже, кстати. Салат, сок, вино. Две бутылки разные. Шоколад, яйца, сахар. Груши там целых два килограмма, по-моему. Короче, все стоит недорого. Вот такой вот набор продуктов. 50 евро. Начинаем хозяйничать. Уже пивасик попиваем. Какой-то испанский резерву. Мальта Энлу Пулу. Серьезная алкогольность. У 7,2%. Очень такое сладкое. Мне не очень нравится. Но взяли на пробу, так сказать. Аленки взяли кромбахер. Обычный кромбахер. Упаковка из 6 штук. 0,33 стоит 2,20 евро. 2,20 евро. 6 штук, ребята. Чоризо. Чоризо. Это наша любимая колбаска. Хамончик. Хамончик. Постное масло. Мы решили не брать, потому что мы в Испании. Поэтому взяли оливковое. И на оливковом масле жарим замечательную испанскую свинину. Посмотрите, как она выглядит. Вообще никакого запаха. Скажи. Посмотрите, какие прожилочки. Людчик сейчас нам забабахает. И мы будем кушать испанскую свинину. Слушай, мы свиним по куточку. А это на завтрак, да? Да, конечно. У нас сегодня вино. Загубнор. Эль мандамас. Темранило. Седосо и эструктурадо. Не знаю, я не силён вообще в вине. 14%. Просто мы увидели, что испанцы его брали по 2, по 3, по 4 бутылки. Поэтому взяли и себе. Заодно и попробуем. Вот под такой вот скромный ужин. Будем кушать испанское мороженое. Сколько это стоило? Евро 50? 2.50. За 6 штук. 6 штук евро 50. У нас такое мороженое стоит одно там 50 центов, да? Ну, 15 гривен где-то, да? А это 6. 6 таких мороженых стоит евро 50. Евро 50 это... Бутишь? 40 гривен за всю упаковку. А ну попробуй скажи, хорошая? Да. Божественная? Ну, не божественная, но вкусная. Решили выйти вечером. Поужинали, после плотного ужина. Что ты пишешь немецкое? Пить надо испанское. Вот, испанское пиво. Ну, лучше, но мы же должны соответствовать той стране, в которой мы находимся. Я таких широких пляжей еще в своей жизни не видел. Ну, так сложилось. Я допускаю, что они есть, но я таких не видел. Мы хотим дойти до Средиземного моря сегодня, в первый вечер. Потому что завтра мы запланировали поехать в старый город, посмотреть Валенцию. Алена уже слышит запах моря. Алена говорит, такого моря у нас еще никогда не было. Оно какое-то другое. Я имею ввиду, что холодно. Такого пляжа точно не было никогда. Вот такой вот помост можно идти. Прямо туда, просто тут песком занесло. Мусорки стоят. Каждые 100 метров. Ну, собственно, вот это море, которое мы сейчас лицезрели. Оно находится в 5 минутах ходьбы от того места, где мы сняли квартиру. Это круто. Это круто. 不了ат Я не好ешь для моря. Поехали до дороги. ело